Итак, сутки прошли, красочка вся, естественно, что все замерзло, сейчас 20 градусов на улице. Забираю домой, дома посмотрим. Всем привет! Сегодня мы заканчиваем краш-тест акриловых красок, которые начали в прошлом ролике. Кто не смотрел, посмотрите, ссылка будет в описании. Итак, мы заморозили 13 акриловых красок разных производителей. Изначально их проверили, упаковали в стандартную упаковку и положили в неотапливаемую машину на сутки при морозе около 20 градусов. Положили кружку с водой, чтобы было хорошо видно, что на улице действительно мороз. 10 минут назад достал краску и кружку из машины. Открываю первую коробку. Здесь у нас две краски. Одна фирма «Звезда», вторая «Зип-макет». Обе превратились в лёд. Открываю вторую коробку. Здесь у нас «Пэсфик Аэра» и «Звезда Маккор». Обе в лёд. АМО и АК серии 3D. Такая же история. В четвёртой коробке попались у нас две спиртовые краски. Это «Тамия» и «Ганза». «Тамия» и «Краска» живая. Она не замёрзла. «Тамяя» и «Краска» живая. «Тамяя» и «Ганза». Такая же ситуация. «Краска» не изменилась. «Тамяя» и «Краска» живая. Так что же у нас в этой коробке, это у нас Акан 7 серия и Акэ Интерактив. Акан превратился в лед и Акэ тоже. Валеха серия ГМР, Песфик и Ревел, их постигла такая же участь. Теперь я их, все краски оставлю на сутки размораживаться и после полной разморозки посмотрим, что с ними стало и как они себя поведут в дальнейшем. Давайте начнем с красок, которые не замерзли. Первое это Томея. Консистенция краски не изменилась, комков нет, прекрасный ровный слой. Попробуем продуть через аэрограф. Скажу сразу, что все краски, за исключением первых двух, буду разбавлять разбавителем от Песфик. Так как я с акрилами помимо спиртовых не очень дружу, у меня просто другого растворителя нет. Разбавлять все буду на глаз и продавать давлением полторы атмосферы. Это не очень правильно, так как с каждой краски нужен свой подход. Но сейчас эксперимент не в этом. Вопрос, восстановилась краска или нет. С Тамией все прекрасно, Морозов она не боится. Ганза. Ситуация аналогична. И наносится прекрасно. И дуется прекрасно. Что в принципе и стоило ожидать. Данные две краски на спиртовой основе. После отличных спиртовых красок я решил, что нужно немножко трэша. Краска номер три. Звезда серии Акар. Данная краска, как и остальные следующие десять, замерзли. После суток разморозки смотрим. Краска как была, так она и осталась. Ничего не поменялось. Что-нибудь подкрасить на модели очень мелкое можно. И теперь на пластике. Да, задуть акром это большая проблема. Краска ложится неровными каплями. Я думаю это дело не в заморозке-разморозке. Само качество краски такое. Теперь звезда серии Макар. Ходят слухи, что все-таки это краска Валеха. Проверим. Валеха у нас еще на очереди. Итак, комков нет, наносится неплохо. Дуется в общем тоже, но нужно приноровиться. Найти оптимальное сочетание краска-разбавитель, найти подходящий разбавитель и оптимальное давление. Но главное, краска прошла испытание морозом, и это здесь главное. Вот. О, старый добрый ока на очереди. Ока нищая. Очень люблю и уважаю этого производителя. Давно пользуюсь, но правда, восьмой серии. И что мы имеем после разморозки? Да то же самое, что и до. Комков нет, консистенция такая же, краска не расслоилась на пигменты. Кистью наносится прекрасно. Дуется тоже. Pacific 88 серия Aero. Лично я не приноровился к этому производителю, но краска пользуется большим спросом. Хорошее качество при отличной цене. Как и все предыдущие, после разморозки, без изменений. Хорошо наносится. Хорошо задувается. Ну и обычный Pacific 88. Эта краска в основном используется для кисти. Вернее, это серия. Очень густая. Но хорошо справилась с минусовой температурой. Кистью наносится так, как и должна наноситься. А дуется так, как и должна дуться. Но лучше все-таки использовать для кисти. Zip Mockette. Также отечественные производители. Здесь мне показалось, что краска расслоилась на пигменты. Но после долгой встряски флакона мое, показалось, улетучилась. Краска прекрасно наносится кистью. И хорошо задувается. Краска также успешно прошла испытание. Да, с ней немного переборщил с разбавителем. Valecha. Серия Gamer. Шикарно себя чувствует во время эксперимента. Кстати, эта краска из всех, что мы посмотрели, мне понравилась больше всего. Разбавил ее процентов на 20. Прекрасная укрывистость. Отлично наносится как кистью. Так и из аэрографа. Ну и цена, конечно, немаленькая. Но цена соответствует качеству. Это уж точно. Вернее. Ревел на очереди. А вот данная краска потерпела изменения. Она загустела. В таком виде наносить ее не представляется возможным ни кистью, ни тем более из аэрографа. Ну что ж. Будем пробовать ее реанимировать. Попробуем разбавить растворителем. Краска, конечно, ожила. Но лучше ее не морозить. И кто тут к нам пожаловал? А это ЭК Интерактив. Данную краску нужно долго и нудно перемешивать перед использованием. А в общем, с ней все хорошо. Наносится как кистью. Так и из аэрографа. Как говорил один известный персонаж, будем жить. И заключительная, тринадцатая краска в нашем эксперименте. Также АК Интерактив. Новая третья серия. Краска вообще не претерпела никаких изменений. Без очка и задорника, как говорится. Наносится как кистью. И вот так. Так и из аэрографа. Даже захотелось всю подставку покрасить. И вывод из всего этого. Теплая доставка, нетеплая доставка, холодная. Это без разницы. В основном все краски выдержали морозы. Но все-таки имейте в виду, что такое может быть, что краска замерзнет и уже восстановить ее не получится. Редко, но такое бывает. Все-таки доставка бывает по времени и не один день, как в этом ролике. Ну и на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии к видео. Всегда ваш. Я моделист. Я Виталий Новиков. Ах да, скоро-скоро я закончу процесс сборки моего трактора Т-40. Скажу, это самая сложная модель, которую я когда-либо собирал. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok